МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Из-за внезапных выходных длиной недели мы не смогли с вами встретиться 10 мая. Прощения просим. И, тем не менее, в эфире снова парк культуры. Единственная в регионе культурно-информационная программа. Сегодня мы расскажем о том, о чем не успели в конце апреля. И окинем традиционно уже эксклюзивным взглядом главные культурные события Ульяновской области первой половины мая. А начнем с оставшего привычным нон-стопа, посвященного в этот раз Международному Дню Танца, который отмечался 29 апреля. Ну и, как сказал первый космонавт Юрий Гагарин, 60-летие полета, которого в России отметили в апреле. Поехали! В Международный День Танца состоялся всегда долгожданный и всегда неожиданный сольный концерт Ульяновского государственного ансамбля песни и танца «Волга». Вот и в этот раз зрители ждала обновленная программа, в которой, кроме свежих работ прославленного коллектива, танца с саблями и танцев народов побожья, были включены уже знакомые поклонникам ансамбля «Волга» номера. Отдельную часть концерта посвятили памяти ушедшей в апреле из жизни Маргарите Январевой, которая последние годы работала в «Волге» педагогом-репетитором по классическому танцу. В продолжении Всемирного дня хореографии и хореографов программу «Кто мы в этом городе» показал Ульяновский народный коллектив ансамбля танца «Дети солнца» под управлением Ирины Хабаровой. Динамичный танцевальный спектакль рассказал о жизни и ритме города и о его жителях в различных драматических или же комических ситуациях. Новая своеобразная хореографическая лексика «Дети солнца» стала возможной в том числе благодаря участию в постановке балетмейстера из Сочи, заслуженного работника культуры России Алексея Кузьменко. О дни рождения Ленина на его малой родине так повелось, отмечаются ежегодно. Но в этом году, 4 мая, случилось 140-летие со дня рождения одного из главных антагонистов Владимира Ильича, еще одного симбирянина Александра Керенского. Ну и что, мол, скажет кто-то, где министр и председатель Временного правительства, а где парк культуры? И будет прав ровно наполовину, поскольку сегодня мы поговорим о Керенском в кино. Важнейшее из искусств с самого 1917 года уделило Александру Федоровичу столько же внимания, сколько Владимиру Ильичу. Последний впервые появился в игровом кино лишь в 1927 году. В фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», где Ленина киноманы знают, сыграл очень похожий на него внешне рабочий металлург-путиловец Василий Никандров. Первое же художественное киновоплощение Керенского случилось за 10 лет до этого в американском фильме «Падение Романовых», в котором роль Александра Федоровича досталась дальнему родственнику главного кинокомика, мирового кинематографа Фрэнсису Чаплину. В том же 1917 году голливудские кинохолмы выдали на гора еще одну фильму «Распутин. Черный монах». Там роль Керенского примерил на себя непрофессиональный актер, журналист и писатель Генри Холл. В 1957 году на экраны СССР вышел фильм киностудии имени Довженко «Правда», где Ленина сыграл уже приглашенный в Ульяновский областной театр драмы украинский актер Глеб Юченков. А роль Керенского в этом фильме досталась опереточному премьеру Украины Ярославу Гелесу. Самым красивым по единодушному признанию Керенским мирового кинематографа стал ровно полвека назад Джон Маккинери в американском фильме «Николай и Александр». Шесть лет спустя в советской киноэпопее «Хождение по мукам» Александр Федорович снова стал красавчиком в исполнении Игре Дмитриева. Граждане солдаты, поздравляю вас с высокой честью! Ну и кстати, не лишним будет упомянуть о самом ярком и заметном образе Керенского на театре. 55 лет назад в спектакле легендарной таганки «Десять дней, которые потрясли мир» Машку Александра Федоровича буквально примерил на себя Владимир Семенович Высоцкий. Вот мои лозунги! Создание устойчивого правительства! А раз уж мы заговорили о десяти днях по мотивам одноименной публицистики активно участвовавшего в российских событиях 1917 года американского писателя Джона Рида, вспомним и голливудский фильм о его судьбе «Красные», вышедший 40 лет назад. Был Керенский и там. Причем сыграл в нем своего деда, внук Александра Федоровича Олег Керенский. А в 1983-м Сергей Бондарчук снял один из своих мега-кинохитов «Красные колокола», где антагонистом Ленина в исполнении ульяновского артиста Анатолия Устюжанинова, стал Керенский, сыгранный будущей звездой украинского кино Богданом Ступкой. В скором времени будут ликвидированы. Еще раз в 2000 году Керенский в кино оказался связан с малой родиной Александра Федоровича. В фильме Глеба Панфилова «Романова. Венциносная семья» Его сыграл Михаил Ефремов, праправнук чувашеского просветителя родом из Симбирска Ивана Яковлева. Будет гарантировать вашу безопасность. С середины нулевых к роли премьер-министра Временного правительства приступали Виктор Вержбицкий в фильме «Адмирал». Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Сергей Угрюмов в сериале «Григорий Р». Временное правительство в буквальном смысле атаковано со всех сторон. Марат Башаров в фильме «Батальон». Что-что-что-что? Лживой свободой? И самый непохожий на оригинал Денис Синявский в сериале «Тросский». Самозванцы, пляшущие под дудку этого маниакального психоления. 9 мая в День Победы на Первом канале состоялась серафийская премьера нового художественного фильма «Подольские курсанты». А чуть раньше эту свою новую работу ее продюсер, известный актер, юморист и телеведущий Игорь Угольников представлял в Ульяновске. И не страшно, что мы, как говорится, в прокате пролетели. Кстати говоря, в 1976 году вышел фильм «Они сражались за родину» Сергея Федоровича Бондарчука. Он был в прокате на восьмом месте. И Бондарчука обвиняли. Что же вы сделали картину, которая провалилась в прокате? Потому что тогда вышел фильм «Минетус и Нанчучуна», «Две индийские картины», еще что-то. А потом фильм стал классикой. 5 октября это уже будет наша, надеюсь, уже общественная программа «Вторая волна». Вторая волна показов в кинотеатрах. Это была наша задача, чтобы фильм можно было поставить на полку достоинством великого советского кино. Работая над картиной, занимаясь архивом Министерства обороны, я нашел своего погибшего деда, который пропал без вести в народном ополчении, и мы ничего о нем не знали. А оказывается, он строил Ленинский рубеж в сентябре месяце и погиб 7 октября в 40 километрах от Ленинского рубежа в день, когда подольские курсанты зашли на рубеж. Я нашел его могилу, свидетельницу, и 93 года она была девочкой. Она помнит этот расстрел, он был расстрелил вместе с 100 раненых солдат 1-й дивизии народного ополчения. Она помнит, как это было, а потом говорит, что могила еще два дня дышала. Я нашел это место, начал раскопки, поставил там обелиск, а сейчас, надеюсь, мне разрешат поднять все останки до конца. Как продюсер игрового кино о войне, Игорь Угольников впервые состоялся ровно 10 лет назад, когда на экраны вышел его фильм «Брестская крепость». Между этими картинами, конечно же, большая, большой промежуток времени, технология другая, все другое. Но основа осталась той же. Фильм снят о молодых людях для молодых. И это самое главное, чего должно быть в этом фильме. Если бы своими глазами не увидел, не поверил. Первым зрителем подольских курсантов, среди которых оказалась и ульяновская молодежь, Игорь Станиславович признался, что многие его коллеги-кинептографисты перед своим зрителем в смысле патриотического воспитания в большом долгу. Подчас бывает, что наши коллеги, не хочу никого ругать, достоверностью пренебрегают в фильмах о Великой Отечественной войне. И получается, что зритель, прежде всего молодой зритель, отворачивается от нашего российского кино военного. И это доверие приходится все время обратно возвращать. Мы должны выстоять! Огонь! Стоять им придется дольше, чем мы рассчитывали. Вы не поняли! Огонь! Александр Ильич, о другой войне, кому как никто об этом знает, о войне за хороший качественный юмор сегодня. Вы стояли у истоков телевизионного юмора в нашей стране. Глядя на то, что происходит сегодня, у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, это тоже следствие большого, большой беды, которая происходит. Я не хочу никого винить, но даже когда картина вышла в ноябре, 4 ноября, на экраны России, а это было самое такое пандемическое время, вместе с подольскими курсантами вышла комедийная картина молодежная непосредственно Каха. Я картину видел, ничего о ней не буду говорить. Но молодой зритель не пошел на подольский курсант, а пошел смеяться над шутками, иногда не очень культурными, скажем так, на эту комедию. Просто молодежь не хочет ничего знать, она хочет веселиться, смеяться. А есть достойные комедийные, сатирические даже произведения. Их мало, но они есть. Но в целом, вот такое огульное развлечение поржать, неважно над чем, это, конечно, печалит. Если комедии, то они, конечно, должны быть, но хотелось бы, чтобы они были добрыми, светлыми и непошлыми. Так, может быть, вернется Игорь Угульников в комедию и все станет в свои места? Я оттуда из комедии не уходил. Просто занимаюсь еще и военным кино, искренне и честно. Но у меня на столе лежит, пока что еще не доделанный, но сценарий комедии. Может быть, дойдут руки и до этого. В фильме «Как сложились звезды» вы сыграли Михаила Горбачева, а в фильме «Рассказы» вы сыграли президента России. Скажите, стали ли вы лучше понимать этих людей? Ну, я же роль играю, да, и то Горбачева, то президента страны. Кстати, я президента уже дважды сыграл уже в комедии «Глубже», где, ну, ладно, не будем это комментировать. Так вот, каждая роль, это всегда, конечно, нужно понять, кого и как ты играешь. Но это роли. Не всегда актер может соответствовать тому персонажу, который он играет. И если сегодня я играю одного президента, а завтра другого, то это не значит, что я не могу в другой картине сыграть уголовника или же клятвопреступника. Понимаете, это роли. И не всегда надо актеру ставить такое клеймо. Это такая отдельная профессия, скажем так. Говоря с вами, с нашими молодыми людьми, с нашими детьми, надо понимать, что когда преподают уже патриотизм, значит, в государстве что-то неладное. Это должно быть и так у вас в душе. Если этого нет, тогда придется нам этот патриотизм вам навязывать. И он для вас не будет органичным. Это задача нас, ваших отцов. Почему мы столько делаем и сделаем здесь, во второй линии? Мы лучшие батареи в училище. Вот именно поэтому. Этот фильм идет теперь сам. У него теперь будет своя жизнь. Скоро же никого не останется. Из трех с половиной тысяч никого. Значит, так надо. Димитровградский драматический театр имени Александра Островского в последний день апреля торжественно закрыл свой 77-й творческий сезон. А хотя по факту трупы продолжат работать, показывать спектакли и в мае, и не исключено, что даже в июне. Но итоги сезона можно подводить уже сейчас. Что съемочная группа нашей программы и сделала с художественным руководителем театра, отправившись к нему в гости в Димитровград на закрытие. С точки зрения количества произведенного продукта, можно было бы сделать больше. С точки зрения наших взаимоотношений со зрителями, ну, в принципе, все хорошо. И спасибо зрителю за то, что он вернулся в зал достаточно быстро. В этом сезоне главным приятным откровением, мне очень импонируют, наверное, так, результаты 2020 года. В том плане, что ясно увидеть, кто, собственно, что-то делает, а кто об этом только говорит. И лично я пересмотрел отношения к очень многим людям. Не только в рамках этого театра, конечно. В принципе, в целом. И это стало еще ярче в 2021 году. Потому что, ну, как бы все открылись, но тут же сразу стало видно, кто был готов к тому, что он откроется, а кто потратил огромное количество времени на то, чтобы обсуждать, как жизнь тяжела наша. Так стало понятно, кто работает, кому это надо, кто как к этому относится, и в рамках коллектива, и в целом в индустрии. И, наверное, вот именно какое-то отрезвление, это самый позитивный момент, который принес нам 2020 год, и 2021 год, вот этот первый постпандемий. А мы не находимся в растерянности. Я так думаю, что не только мы. Мне кажется, что, в принципе, наша область хорошо все это дело пережила. Очень адекватно. А 30 апреля Димитровградская драма давала свою крайнюю по времени премьеру комедию положений «Шикарная свадьба». Мы планировали закрываться королем Лиром. Но король Лир, невзирая на то, что он у нас постановку принят еще в 2019 году, поскольку это очень такое получилось сложное художественное произведение, я просто как-то изначально не хотел это все дело подгонять. И когда мы стали понимать, что, ну, либо это нужно вот просто сделать такой конструктор, и тогда выдавать. А смысл? Кто это оценит? «Шикарная свадьба» — это один из топовых спектаклей. В данный момент это премьера, которая тоже не отыграна еще. Поэтому, в чем бы и нет. Мы можем за лето сделать несколько премьерных спектаклей. Какие-то доделать, какие-то сделать. То есть в сезон мы будем открывать спектаклем «Шинель», который ставит молодой режиссер из Москвы Петр Норин. Как режиссер сам обозначил жанр, это спектакль «Дефиле». Также к следующему сезону у нас готовится спектакль в постановке Максима Копылова. Он не первый раз у нас делает спектакль здесь, и ставить он будет тоже серьезную работу. Это спектакль, поставленный по пьесе Сигарева «Черное молоко». И, собственно, король лир. Мы же не закрываем сезон, на самом деле. И до конца сезона нас еще ждет полторы премьеры. И, в принципе, оценивая работу коллектива, свою работу и так далее, спокойно можно уйти в отпуск. В рамках муниципального цикла экспозиции книжки с картинками в Центральной городской библиотеке имени Ивана Александровича Гончарова еще в апреле открылась выставка ульяновского художника, иллюстратора Андрея Минякова. А почти вся экспозиция веселых картинок от Минякова включает в себя иллюстрации к сказкам. Андрей многим известен как художник еще с газетных времен конца прошлого века. А вот выставляется нечасто. С чего бы так? Я человек сейчас уже достаточно замкнутый, поэтому особо нигде на тусовках, нигде не появляясь. Нравится работать уже одному. Поэтому особо не выставляю. Выставляются мои книги, иллюстрации. Это автор Николай Щекотилов, с кем я давно уже сотрудничаю, буквально 5-6 лет. Он не профессионал, но выйдя на пенсию начал писать. Причем пишет современные сказки. Достаточно хорошо их увязывать со старыми, с нашими былинами, с бабой Ягой, с грибами какими-то, вот эти боровички, старички водяные. Но он все это придает им, как бы сказать, современность. Там появляются уже в бабе Яги айфоны, телефоны, там различные роботы, где-то уже участвуют. Поэтому мне самому интересно. Я прошел-то еще ту школу, бабу Южку, и трех богатырей. На этом я и остановился. А он уже привносит вот что-то новое, современное. Я очень люблю, это мой конек, в принципе, на что он я и выскакиваю, это животные. Это кошки, собаки. Я сам собачник, кошатник. У меня собака, три кошки. Ну, рыбки мы отметим. Плюс супруга приносит еще ящериц на лето, игуаны у меня живут, все вот такие огромные. Они тоже вот дают, вот они между собой общаются. Птицы, вот зайцы, вот это для меня это мое. Я ушел от политической карикатуры и пришел в детскую иллюстрацию. И вот здесь пытаюсь вот это в любой своей какой-то работе я вношу, ну, вплоть даже ящерку, но я все равно нарисую какую-то живность. Или букашку, мражку. 90-е годы, 20-го века, неразлучная четверка Васин, Миняков, Айершов и Никулушкин стала костяком популярных детских иллюстрированных журналов. Сережка, например, который назывался в честь внука тогдашнего губернатора региона и стал для юного Сережи Горячего завидным хайпом. Как раз вот эти 90-е, 2000-е, журналы-то хорошие были. И причем вот спрашиваю молодых людей уже 30-30 с лишним лет, они в виде вот моей работы говорят, о, это я помню, да, там журнал Сережка, журнал Арбуз, о, я на них воспитывался, я рос на них. И вот жалко то, что вот сейчас этого нет. Симбик есть наш Ульянский, но его надо поднимать. Все наши журналы были завязаны в основном комиксы, сказки. А здесь Симбик, он уже отходит от этого. Надо что-то новое, но, в принципе, мы готовы на это новое. С кого ты сегодня чаще всего рисуешь? Это просто случайно стоящие на улице люди или те, с кем связала жизнь? Нет, это, скорее всего, с кем я либо пересекаюсь где-то по жизни, либо это, ну, публичный человек, это, ну, естественно, и кто-то в правительстве. У себя я, кстати, стараюсь редко рисовать, но говорят, о, а на тебя похож. Хотя это где-то, может, уже в подсознании. Это как в свое время Ленин нарисовал узбек, получался узбек, киргиз, киргиз. Так и у меня, наверное, все равно это выскакивает. Это всегда выскочит у художника свое. Я человеку интересен характер. Например, я знаком, грубо говоря, с одним человеком. Я чувствую, вот у нее палатки, чего оттуда. Ну, она для меня Баба-Яга остается. И когда я начинаю рисовать Бабу-Ягу, конечно, что-то я с этого человека обязательно подберу. Либо там походку, мимика, жестикуляция какая-то. Сегодня Андрей Миняков не только художник-иллюстратор. Иногда позволяет себе тряхнуть стариной и порадовать беззлобной и доброй карикатурой. Хоть на Путина, хоть на экс-губернатора Ульяновской области Морозова. Он даже был и в образе своем. Вот когда он уезжал, по-моему, на Фейсбуке я уставлял его портрет с проводами. А какой девушкой он мог бы стать в случае зрения художника? На кого он походил? Ну, сейчас сложно сказать. Во-первых, глаза у него хаски. Это взгляд, ну, хищник в хорошем смысле слова. Взгляд такой колкий. Мне как-то немножко не по себе сто. В первую. Потом уже в дальнейшем я как-то, ну, раза два, может быть, пересекался. Мне показалось, он человек вполне приличный, достойный, как собеседник. К новому уже присматриваешься? Да, конечно. Я уже видел его воочию. Уже пока еще зреет, но что-то в голове. Я не могу сразу вот в улет так бац и все. Надо все равно присмотреться, повадки. Мы опять как охотники поведения, там, как наблюдать. В свое время в газете, когда Путин еще пришел к власти, еще фотографий вообще не было. Ну, тогда же и компьютеров толком-то не было. Фотографии там какую-то принесли, замыленную, откуда-то там сдернутую, 40 раз перефотографировали. Вот рисуйте Путина, нужно было, ну, какую-то, опять, ну, не карикатуру, что-то такое сделать. И вот, Виталий, мы не видели этого человека, а нам уже целый комикс про него заказали. И с одной фотографией, как он выглядит сбоку, как он снизу, как он сверху. Вот рисуйте и все. Поэтому это очень тяжело. Для хотя бы минут пять надо пообщаться, посмотреть. Абсолютные победы, мировое признание и сотни заслуженных кубков на чемпионатах и фестивалях. Эстрадный балет «Экситон» из Ульяновска отпраздновал 30-летие. Юные артисты не раз выступали в конкурсных и концертных программах в Чехии, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Турции, Китае, Египте, Японии, на Кубе и в США. Но свой юбилей экситонцы отметили на малой родине, в кругу друзей. Так назывался большой юбилейный концерт коллектива. Вообще-то готовились к 30-летию здесь еще в прошлом году, но пандемия внесла свои коллективы. А еще история «Экситона» полна слухами о драконовских погадках и избранности отбора в балет. Чтобы доискаться до правды, накануне юбилея парк культуры отправляется к «Экситону» в гости. А следующая наша встреча уже 24 мая. Будьте здоровы и счастливы. Увидимся. До встречи. Его наявила на свет основатель, художественный руководитель долгое время и просто удивительная личность, парткайтис Елена Кировна. Она пригласила меня попробовать поставить танцевальную композицию на детей своего коллектива. И с тех самых пор «Экситон» и мой тоже. Но в команде, где ты работаешь, особенно с готовым материалом, работать легче. Я чувствую себя частичкой вот этой отдельной субстанции космической под названием «Экситон». Индивидуальный подход к каждому ребенку – это основа, полагающая в строении всех занятий. Дисциплин у нас много. Классический танец, ритмика, акробатика, народный танец, современный танец. У малышей партерная гимнастика. Хорошо, вы сами заговорили о дисциплине. Давайте о другой дисциплине поговорим. Об «Экситоне» уходят слухи. Просто железная дисциплина, что здесь сложно, что здесь не все остаются, не все могут. Мы сразу настраиваем детей на профессионализм со всеми вытекающими. Мы детей не строим, мы не учим их дисциплине. У них получается это само. А на уроке, конечно, когда ты работаешь по 4 часа в день, а все дети, начиная с 8 лет, работают ежедневно, с одним выходным 4 часа в день. Тут как бы не забалуешь. Занятия ежедневные и на протяжении долгого времени, они очень дисциплинируют. И человек, уже выпускник из «Экситоны», выходит готовым, так скажем, ко взрослой жизни. У нас очень хорошая атмосфера в коллективе. Маленькие, они просто боготворят старших, а старшие нянчат. В буквальном смысле нянчат малышей. У нас так трепетно относятся друг к другу, к поколению. Вокруг нас очень много самых настоящих друзей, которые потом остаются с нами, даже когда мы выпускаемся из «Экситона». Нынешний руководитель «Экситона», хоть в коллективе практически с основания, есть факты, которые и для Натальи Викторовны не вполне известны. «Экситон», вы знаете, как «Экситона» вы говорите? Конечно, с испанского «Успех», и вообще это частица какая-то физическая. А я знаю другую «Экситона». А какую выразить? Это каждый сможет исполнить, только обучаясь настойчиво. Так вот, как в свое время декларировала Баркайтис. Кроме настойчивого обучения, какими еще качествами должны обладать «Экситон» сегодня, чтобы задержаться в коллективе надолго? Безусловно, трудолюбие, ну, это главное, наверное, желание. Талант не скажу. Талант он дается свыше не каждому, а танцует у нас много народу. Самое главное – это цеплять зрителя на сцене. Когда ты танцуешь, зритель должен восхищаться твоим танцем и тем, что ты делаешь на сцене. Поэтому работа со зрителем – это, я думаю, самое главное. Девочкам сложнее себя держать в форме. Приходится иногда себя сдерживать в питании, чтобы выходить на сцену и смотреться на ней красиво. Во-вторых, это, наверное, работа в группе. 30 лет для человека и 30 для коллектива. Мы все-таки разные 30 лет. В каком физиологическом возрасте «Экситон» сегодня подходит к своему фактическому 30-летию? Мы такие молодые, у нас каждый раз все снова. Приходят новые дети, и мы начинаем все заново. Для меня сейчас это очень большая мотивация идти дальше и развиваться именно в танце. Люди, которые закончили здесь Ульяновский университет на кафедре хореографии, они все потанцевали за границей, заработали денег и вернулись в город. Сейчас именно вот этот состав – это все «Экситоновцы». И несколько человек у нас работают педагогами, возвращаются. Конечно, каждый раз по-разному, но вот именно вот этот состав, что удивительно, мощный состав «Экситона», который все помнят, который гремел, который прославил коллектив, они все в городе практически или за границей. А где больше? В городе. Патриоты. «Экситон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok